Я могу помочь. Такие сообщения стали появляться в социальных сетях уже через несколько часов после решения Верховного суда США отменить право на аборт. Люди по всей стране вызвались оказать помощь женщинам, проживающим в штатах, где аборты стали нелегальными. Так, Эдди из штата Висконсин, где прерывание беременности теперь считается незаконным, на своей странице в Фейсбуке заявил, что готов помочь беременным женщинам оплатить транспортные расходы на поездку в другой штат с целью проведения там аборта. Этот запрет затрагивает всех женщин, и я выступаю за право женщины выбирать. Год назад у меня родилась дочка, и мне тяжело думать о том, что у нее отобрали право в будущем само распоряжаться своим телом и здоровьем. Я надеюсь, что к тому времени, когда она вырастет, мы исправим эту ошибку. По данным Института Гутмахера, в США более половины абортов делаются медикаментозным способом. Помочь американкам сохранить доступ к таблеткам для аборта стараются как в Штатах, где их отправка по почте разрешена, так и в Европе. Голландский врач Ребекка Гомперц, возглавляющая Aid Access, организацию, которая распространяет через интернет таблетки для медикаментозного аборта, говорит, что последние недели работы у ее команды заметно прибавилось. После решения Верховного суда мы наблюдаем, как стремительно растет число посетителей сайта, а также запросов о помощи, онлайн-консультаций. Обычно в день мы получаем от 600 до 700 электронных писем, но сейчас это более 4000 сообщений в день. Если в большинстве европейских стран оказание подобной помощи законно, то вот в США некоторые жители опасаются, что могут быть привлечены к ответственности за содействие. Как объясняет Эдди, именно из-за подобных опасений он решил ограничиться помощью только жительницам своего штата. Несколько человек уже обратились ко мне за помощью, но они проживают в других штатах, в Джорджии и Луизиане. К сожалению, я недостаточно знаю законы, касающиеся аборта в других штатах, поэтому я не готов оказывать им помощь. Сейчас творится хаос, в разных регионах устанавливаются разные правила. Из-за этого оказывать помощь очень сложно. Ты не знаешь, будет ли эта помощь считаться преступлением в другом штате? О том, что жителям некоторых консервативных штатов стоит быть осторожными, говорят юристы. Есть пара штатов, Техас и Оклахома, где действуют законы о пособничестве и подстрекательстве женщины к аборту. То есть даже не обязательно быть врачом. Это может быть любая помощь, оказанная женщине, которая хочет сделать аборт. Например, вы решили помочь и отвезли женщину в больницу на аборт из одного штата в другой. Любой житель Техаса, который узнает об этом, может подать гражданский иск против вас. А вот закона, запрещающего женщинам ездить на аборт в другие штаты, на данный момент в стране нет. Сейчас подобные ограничения пытаются вести в штате Миссури. Но, как считают эксперты, их принятие будет маловероятным. Продвинуть такие законы будет очень сложно. Ведь не стоит забывать про конституционное право на свободу передвижения. Люди ежедневно пересекают границы штатов, отправляясь на работу или отдых. Поэтому властям будет крайне сложно обосновать, почему женщина не может отправиться в другой штат по медицинской необходимости. Властям будет также крайне сложно контролировать такие поездки и отслеживать, куда именно едет женщина. Во многих штатах, где право на аборты сохраняется, личные данные хорошо защищены. И информацию об указанных медицинских услугах так просто не разглашается. Многие медицинские учреждения уже заявили, что не будут предоставлять данные о пациентках, которые приехали на аборт из других штатов. Проблемы с законом могут возникнуть у компаний, которые пообещали своим сотрудницам, проживающим в штатах, где прерывание беременности запрещено, компенсировать транспортные и другие расходы на аборт. Как сообщает NBC News, техасские законодатели уже пригрозили компаниям Citigroup и Lyft предпринять меры, вплоть до ограничений их работы на территории штата.